Продолжение следует... Продолжение следует... Считает примерно в 110 раз быстрее человека. Управляет ею один инженер. В данный момент машина решает систему из 800 уравнений. Для решения этой задачи при работе на арифмометрах потребовалось бы полугодовой труд 60 опытных вычислителей. А машина делает это менее чем за сутки. Сейчас в опытном порядке с помощью этой же машины производятся переводы научно-технического текста с английского языка на русский. Английский текст вводится в машину так же, как и математические задачи с помощью условного кода. А вот перевод на русский язык. Продолжение следует... Большинство современных компьютеров работают на процессорах архитектуры X86. Российские ученые решили разработать уникальную вычислительную машину на базе собственной архитектуры. В МЦСТ создали отечественный микропроцессор, в котором были воплощены разработки, реализованные в советском компьютере Эльбрус-3. Архитектура суперскалярная, которая сейчас используется в том числе и в интеловском процессоре, она практически вышла на предел логической скорости. То есть дальше вот такими методами ускорять вычисления становится очень трудно. Мы же предлагаем другое архитектурное решение, которое снимает вот эти ограничения по параллелизму. Преимущество российских разработок заключается в том, что удалось создать вычислительный комплекс на базе собственной архитектуры с принципом явного параллелизма. В чем преимущество вот этого подхода? Вот что вынужден делать суперскаляр? Суперскаляр, он берет последовательную программу. Вот программа написана команда за командой. Он берет последовательную программу и начинает анализировать, а есть ли там независимые операции, можно ли какие-то операции исполнять в параллель. То есть он выполняет огромную работу для того, чтобы найти параллелизм и дальше исполнить это все в параллель. А у нас эта работа из аппаратуры выкинута. На основе нашего собственного процессора с архитектурой Эльбрус, который разработан здесь в этой компании, мы выпустили первый продукт для гражданского рынка. Мы выбрали форм-фактор моноблока, потому что он достаточно популярен и действительно может быть востребован. Внутри этого моноблока встроена вот такая вот плата. На ней, как видите, стоит процессор с нашим логотипом. Процессор Эльбрус 2С+. Это наша новейшая разработка на сегодня. Процессор достаточно интересный, со своей собственной архитектурой, со своими собственными особенностями. К нему прилагается южный мост, то есть это микросхема, контролирующая все периферийные интерфейсы. Здесь же интегрировано видео на этой же плате. Так что это получился компактный компьютер на плате. Ну что ж, выглядит плата вполне современно, но для кого предназначается этот компьютер? Этот компьютер предназначен в первую очередь для тех потребителей, которым важно отсутствие недекларируемой функциональности. Иначе говоря, которым важна доверенная платформа. В настоящее время это могут быть государственные учреждения, какие-то другие компании, которым важно, чтобы, скажем так, не было неконтролируемых утечек информации. Ну и прочие аспекты безопасности. Мы можем гарантировать, что в устройстве нет недекларируемой функциональности, потому что мы разрабатываем его сами от начала до конца. Продолжение следует...